Огненная река металла течет в ложе, сделанном из огнеупора. Без преувеличения, но именно с качественных огнеупоров начиналась история комбината и, соответственно, города. В октябре 1930 года за полгода до пуска первой домной на строительство Шамотно-Диносового цеха пришли первые землекопы. Делать приходилось все и сразу – строить цех, монтировать и осваивать новое оборудование, разрабатывать сырьевую базу, готовить рабочих и специалистов. А уже спустя 9 месяцев началась прокрутка первой очереди. В начале 30-х годов вся металлургическая промышленность СССР и в особенности Урала испытывали острую нехватку огнеупоров. А поскольку основные агрегаты магнитки, агломерационные машины и нагревательные печи прокатных станов, решено было строить их с применением огнеупоров собственного производства. На строительство цеха были брошены все силы и стратегически важный объект, как и положено в то время, возник в рекордно короткие сроки. Официальной датой рождения Шамотно-Диносового цеха является 17 июля 1931 года. Именно тогда была получена первая тонна огнеупоров. В те времена огнеупоров не хватало, также не хватало высококолицитерных специалистов. И поэтому бывшие землекопы, бывшие бетонщики, которые вот недавно только возводили предприятие, становились инженерами и работали на предприятии. Уже к 1933 году Шамотно-Диносовый цех достиг таких объемов, что необходимость в поставках огнеупоров с других заводов практически отпала. Казалось, задача номер один выполнена, но покой коллективу цеха, как говорится, только снился. Практически сразу возникла новая задача номер один – увеличить темпы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. И так все последующие годы. Это станет особым рабочим почерком огнеупорного производства. Невозможно назвать даже года, когда огнеупор простаивал на месте. Постоянно реконструировались и обновлялись. Вот мы с ним обменимся, сомнениями встречаемся. И так он говорит, я не могу вспомнить года, когда бы мы что-то не строили и не запускали какое-то новое совершенно производство. Постоянный производственный рост – это стиль работы огнеупора. Так было и в мирное, и в военное время. Великая Отечественная внесла очередные коррективы в работу Шамотно-Диносового цеха. Так как часть заводов, поставляющих огнеупоры на ММК, оказалась на оккупированной территории, перед цехом была поставлена задача в кратчайший срок начать выпуск недостающих огнеупоров из местного сырья. Параллельно с этим шел монтаж и освоение оборудования с эвакуированных предприятий, реконструкция устаревших агрегатов. И все это легло на плечи женщин, стариков, подростков, сменивших мужчин, ушедших на фронт. 170 работников огнеупорного производства ушли на фронт, больше третий их не вернулось с войны. За четыре года военных лет огнеупорщики не только давали огнеупоры, обеспечивали комбинат, но и увеличили продукцию вдвое. До 60-х годов Шамотно-Диносовый цех был основным поставщиком огнеупоров для металлургических агрегатов ММК. Но со временем стало понятно, что цех устарел морально и физически, и уже не может обеспечивать тот уровень качества огнеупоров, который требуется. И вновь возник вопрос – искать необходимую продукцию на других предприятиях или строить новый цех? В 1961 году по решению директора ММК Воронова началось возведение цеха номер два по производству шамотных огнеупоров. Уже в ноябре 1965-го он был пущен в эксплуатацию. Этот год стал годом второго рождения огнеупорного производства. Огнеупорное производство превратилось в производственную техническую лабораторию комбината. Здесь помимо огнеупоров стали производить теплозационные вкладыши, экзотермические смеси, люнкерит, брикеты-индентификаторы, торгет массы. То есть ассортамент стал очень широкий и не совсем, прямо скажем, огнеупорный. Но, тем не менее, все было необходимо комбинату для интенсификации процесса варенья. И все это огнеупорщики старались у себя воплотить и реализовать. В те времена в народе шамот на Динусовой цех называли коротко и душевно. Шамотка – вспоминают ветераны. Официальное название огнеупорное производство возникло уже позже. Но именно с шамоткой связаны годы юности и самые трогательные воспоминания. Несмотря на то, что жилось и работалось тогда, очень и очень непросто. Вот несколько штрихов картинкам из той жизни. Уголь, которым топились печи, в вагонетке загружался вручную, а горячий вывозился в отвал. Работали в основном женщины, и форма у них была – тапочки, платья, платки. Позже в цехе появился свой сапожник, который подшивал специальные коротенькие валенки для работы возле печей. Долгие годы, вплоть до конца 60-х 20-го века, в огнеупоре существовал даже свой конный двор и свиноферма. Оказывается, почти те цеха, которые находились на окраине, а не в центре комбината, у них еще был такой план по выращиванию свиней, чтобы кормить рабочих. Мы застали там клуб на 14-м участке. Работники огнеупорного производства проживали очень компактно, очень компактно. И, в общем-то, я вот думаю, что отсюда истоки, понимаете, семейственности определенные, дружбы определенные и большой работоспособности всего коллектива. Они жили вместе. Без этой самой душевности работать на таком тяжелом производстве было бы трудно вдвойне. Поэтому и старались создать в коллективе особый микроклимат. И немалая заслуга в этом принадлежит руководителям, в разные годы возглавлявшим огнеупор. Каждая из них – это особая страница в биографии производства. Когда мы приехали в огнеупорное производство, устраивались на работу, уже конного двора в огнеупорном производстве не было. Не было брички с белым рысаком, на который приезжал начальник шамотно-диносового цеха на работу. Начальником производства был Иван Макарович Крайний. Были видны уже контуры завершающего строительства нового цеха. Мы уже видели себя там, в этом цехе. И чувствовали, что у нас большая перспектива. Огнеупор – это целая плеяда директоров особенной формации с определенным стилем руководства. Иван Макарович Крайний, Мотель Давыдович Солганик, Геннадий Георгиевич Угуников, Владимир Алексеевич Осипов. Надо сказать, что Владимир Осипов по сей день для огнеупорщиков остается личностью знаковой. На его управленческий период выпали сложные годы перестройки. И меняли. Не только продажи. Вы знаете, Бартер. Мы, конечно, на телевизор не меняли. Мы меняли на муку, на сахар, на лобовые стерла «Жигулей», на резину. Ну, в общем, да, для зоны косилки, визуальные машины, в общем, все, что можно было. Потому что надо людей было чем-то поддерживать. Каждый день, как обычно, встречать в том или ином трудовом коллективе. На смену в следственном собрании рука всегда на пульсе. Это интересы коллектива, вопросы коллектива. И без всяких хитростей ответ. Денег завтра не будет. А мы сядем. От того, что сядем, меня, говорю, снимут, нового поставят. Но денег все равно завтра не будет. Поэтому самое лучшее. Это надо выполнять задачи, чтобы не остановить комбинат. Главное – не обманывать коллектив, не обманывать ожидания коллектива. Во многом именно единение коллектива и руководителей позволило выстоять огнеупору в тот нелегкий период. Очень трудолюбивые, очень честные, очень правдолюбивые люди, очень мудрые люди, причем мудрые, житейские мудрые люди. И очень простые одновременно. В 1985 году на комбинате началась коренная реконструкция столеплавильного передела. В замену старевшего мартеновского производства решено было построить современный кислородно-конвертерный цех. А для того, чтобы обеспечить его качественными конвертерными и ковшевыми огнеупорами, на территории известково-доломитового производства в поселке Агаповка начали строить новый цех. По тем временам он был оснащен согласно последним мировым стандартам. Но из-за финансовых трудностей все работы были приостановлены. И к этой теме удалось вернуться лишь в конце 1998 года. А уже в июле 2000-го новый цех выдал первые магнезиально-углеродистые огнеупоры. Однеупорное производство сейчас стало совершенно не таким, как оно было. Небо и земля. От старых цехов, постройки 30-х годов, остались в лучшем случае стены с крышами, да и то не те уже реконструированные. Появились и новые цехи. Это цех номер 2 шамотных изделий, самый крупнейший, современный. Был пущен в 1965 году. И цех магнезиально-доломитовых огнеупоров еще более современный. Пустро ему буквально 15 лет еще нет. И появились мы постоянно все годы и до меня, и при мне, слава богу, вместе с коллективом, постоянно осваивали и внедряли какие-то новые производства. Это, безусловно, одни из самых ярких страниц биографии огнеупора, но есть не менее значимые вехи. Важно сказать, что по прошествии 8,5 десятков лет движение по нарастающей продолжается. Последние пять лет стали особенно продуктивными. Важно, что в наше непростое экономическое время предприятие работает с положительным финансовым результатом. Сегодня предприятие является одним из крупнейших производителей огнеупоров в стране и в мире. В настоящее время благодаря коллективу специалистов высококвалифицированных мы следим за изменениями, современными тенденциями на рынке и стараемся реагировать оперативно. Два с половиной года назад завершено строительство участка по производству бетонных смесей, которые используют в сталиплавильных цехах комбината. В рамках программы в цехе магнезиально-доломитовых огнеупоров построена новая производственная линия, оснащенная высокотехнологичным смесительным и весодозировочным оборудованием. Освоили торкрет-массу для воздухонагревателей, которую в настоящее время применяем. Также желобные массы для доменных печей, для футировки горновых желобов. В конвертерном производстве освоили и применяем различные торкрет-массы для ремонта конвертера, для футировки ковшей, промковшей, буферные массы различные. Также осваиваем новые технологии для продувочной формы, заливное дно. Модернизация продолжается. В марте 2016 года запущен в эксплуатацию гидравлический пресс для изготовления плотных огнеупоров со сложной конфигурацией. По цеху шамотных изделий в этом году, в марте, мы запустили новый пресс, который позволяет нам выпускать огнеупоры с повышенной прочностью, которые необходимы для доменных печей и воздухонагревателей как на ММК, так и сторонним потребителям. В состав этой технологической линии входит отечественное оборудование. Это гидравлический пресс усилием прессования 1600 кН. и смеситель интенсивного перемешивания. До пуска пресса в Магнитогорском огнеупоре такое оборудование работало лишь на двух заводах страны – Богдановичевском и Боровичевском. Кстати, это два самых крупных конкурента на рынке огнеупоров. Теперь конкуренцию им может составить новая линия ООО «Огнеупор». Она полностью автоматизирована, и ее производительность – 14 800 тонн продукции в год. Цех работает на полную мощность. Загружены мы очень хорошо сейчас, как по номенклатуре, так и по объемам. Очень много грузим в Казахстан. Мы на «Русал» грузим очень много. Комбинат очень много забирает, так как очень хорошо комбинат тоже работает. Больше миллиона тонн сейчас ежемесячно выплавляется. Поэтому по загрузке тут вопросов нет. Все направления позволяют нам двигаться дальше, производить номенклатуру ответственного назначения. Конкретно в этом цехе, которому, кстати, в прошлом году, в ноябре, исполнилось уже 50 лет. Ожидаемый экономический эффект от реализации этого проекта – больше 72,5 миллионов рублей в год. Это отличный экономический показатель. И если продолжать разговор о конкурентноспособности предприятия на современном рынке, то необходимо отметить, что «Огнеупор» является одним из трех крупных игроков. На сегодняшний день 60% нашей продукции отгружается на Магдагорский металлургический комбинат. 40% – это сторонние потребители. Из сторонних потребителей следует отметить внутренний рынок, такие крупнейшие предприятия, как «Русская алюминиевая компания», «Арселор Митл», это уже Казахстан, это наш тоже давнишний партнер. Очень много продукции мы производим на строительный рынок Республики Казахстан. Доля производства на рынке «Огнеупоров» РФ составляет порядка 12%. Много это или мало, для нас важен тот факт, что по отношению к 2015 году мы эту долю увеличили на 1%. Вот объем сбыта, который мы показали в 2015 году и в первом квартале 2016 года, говорит сам за себя. То есть помимо того, что сам рынок упал порядка на 7-8%, я говорю сейчас про рынок шамотных «Огнеупоров», то у нас произошло увеличение. Это говорит именно о том, что мы конкурентоспособны по цене и конкурентоспособны по качеству. Очень большая работа проделана на предприятии в рамках природоохранной программы. Большое значение мы последние годы придаем природоохранным мероприятиям. То есть в своей институционной программе мы в обязательном порядке данные мероприятия планируем. И соответственно, вот тоже в 2015 году, как примером может быть служить в цехе шамотных изделий, опять же, запуск рукавного фильтра. Эффективность очистки от пыли в процентном отношении выглядит очень внушительно. 99,9%. И работы в этом направлении продолжаются. Полным ходом идет модернизация пыли газовых установок. Но сколько бы ни говорили о производственных мощностях, экономических показателях, в «Огнеупоре» главное богатство – это люди. Семейная сплоченность, сложившиеся годами традиции, надежное плечо напарника – все это не просто слова, скорее принципы, по которым живет и работает коллектив. 85 лет – это, наверное, для предприятия не такой большой срок. Но за эти годы сложился прекрасный коллектив, прекрасная атмосфера. Традиций, заслуживающих отдельного разговора, на предприятии немало. Так, на протяжении уже не одного десятка лет, цеха «Огнеупора» являлись шефами школы номер 39. Теперь под сильным крылом ученики школы номер 65. Мы хотим, чтобы дети наши и дети наших работников учились в комфортных условиях. Недаром мы ведем большую шефскую работу по году в Монтогорске. Не только под шефная школа 65-й, которая на сегодняшний день, но уже больше 15 лет мы помогаем дошкольному образованию, входя в наблюдательный совет детской картиногалереи. Даже в трудные кризисные времена предприятие находит возможность оказывать своим подшифным помощь в ремонте или в организации праздников. Поэтому «Огнеупорщики» здесь гости желанные и почетные. И под опекой предприятия не только общеобразовательные учреждения. С 2004 года «Огнеупор» входит в попечительский совет еще и детской картинной галереи. Началось все с конкурса детского рисунка, который вылился в долгое приятное сотрудничество. И всегда за словами стоят конкретные дела. Чтобы запустить здание, его нужно было в первую очередь в здание их передавали городу детской картинной галереи. Их надо было отремонтировать, чтобы они соответствовали определенным качествам. «Огнеупор» непосредственно и рабочими руками, и денежными средствами помогал, чтобы данные классы, данные учреждения соответствовали всем требованиям. Ведь там не только дети рисуют, это множество кружков рукоделия, фотоработы, дизайнерское искусство, искусство по шитью и так далее. То есть во всех направлениях мы принимаем участие. Не только когда запускали здание, но и на сегодняшний день мы стараемся, чтобы данные здания соответствовали определенным качествам. Ветераны – это наша основная забота, говорят в «Огнеупоре». Предприятие не забывает о своих бывших работниках. 28 лет назад здесь появился свой совет ветеранов, и сегодня в его рядах 450 человек. Главная задача совета – дойти до каждого из них. Пенсионеры «Огнеупорного производства» все под защитой нашей социально направленной программы производства. Она всегда была социально направлена, и в настоящее время остается таковой. Профсоюзный комитет поддерживает все наши начинания. Ну что от цеха? Мы приглашаем наших пенсионеров на производство регулярно. Каждый год у нас проходят встречи обязательно. Привозим сюда наших пенсионеров, они общаются с своими бывшими коллегами, с руководителями встречаются. Обращаются за помощью. Оказывается, адресная материальная помощь. Огнеупорщики умеют не только работать, но и отдыхать. Для этого на предприятии созданы все условия. В частности, организована своя база отдыха на Верхнеуральском водохранилище. Здесь есть место и возможность для проведения семейных и коллективных праздников, а также для многочисленных спортивных мероприятий. Подведение итогов года – настоящий праздник и для зрителей, и для спортсменов. Цеховые команды Огнеупора в течение полугода состязаются в 17 различных видах спорта. Выясняют, кто быстрее, выше, сильнее. И победа тут на вес золота. На самом деле борются не за какие-то призы и дипломы, а не в Спартакеаде борются за достоинства своей службы и цеха. Что вот этот кубок, на котором с 99-го года написаны именно службы победителей и цехов, что вот этот кубок стоял на смену встречи в течение года, и другие завидовали им. Когда в цехе, да, все равно ребята, допустим, ну, между нами какая-то, ну, все равно иерархия, да, я начальник, они подчиненные. Когда мы находимся на спортивной площадке, и мы здесь все едины, и мы там, Макс, ну, как меня там, футбол, когда играем, и я им там кричу, там, Витя, Сережа, дай пас, то есть это как бы все равно сближает, сродняет. Все это лишь малая часть той большой социальной работы, которая проводится в Огнеупоре, несмотря ни на какие кризисы. Регулярно раз в месяц выходит корпоративная газета «Огнеупорщик», авторами которой, по сути, являются сами работники. Проходят кулинарные конкурсы, организовываются выезды в Абзаково и Набанное. И всегда поддержку коллективу оказывает профсоюз. Организация имеет множество областных наград. Кулдог у нас, можно сказать, самый лучший даже по области. Мы уже пять раз участвовали в областном конкурсе по конкурсу колдоговоров, выполнению колдоговоров. Один раз заняли за десятый год первое место. У нас тогда выше тысячи человек было. Другая группа, сейчас меньше тысячи человек, другой группе. Вот четыре раза подряд второе место. А что касается планов на будущее, то их, как говорил поэт Громадье, у предприятия есть перспективы, есть возможности для развития, а главное, есть люди. Профессиональный проверенный коллектив, который не раз доказывал, что готов справиться с любой, даже самой непростой задачей. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с 85-летием, пожелать каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, а предприятию процветостабильности, процветания и дальнейшему развитию на международном и российском рынках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова